Одесский авторемонтный завод Министерства обороны останется в собственности государства. Апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение первой инстанции об отмене результатов аукциона по продаже стратегически важного предприятия. Министерство обороны во второй раз подтвердило в суде свое право на владение предприятием, необходимым для защиты страны. Апелляцию на решение первой инстанции об отмене результатов аукциона подала компания покупателей City&Time. Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд изучил 63 тома материалов дела, в том числе видеозаписи аукциона, где предприятия продали по смехотворной малой цене – 10 миллионов гривен. Как выяснилось, большая часть недвижимости не прошла оценку, то есть фактически была сокрыта при продаже. Есть и ряд других нарушений. По этому поводу ведется уголовное производство. Бывший арбитражный управляющий, организатор аукциона, скрывается от следствия на территории Крыма. Учитывая все обстоятельства, апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции. Аукцион признан незаконным, акт купли-продажи – недействительным. Таким чином, на сегодняшний день, внаслідок судового розгляда справы, який закінчился перемогой Министерства обороны Украины, и поновлено права державы, в особи министерства, на назначенный майновой комплекс. Мы очень благодарны господарскому суду, суду апелляционной инстанции, что он разобрался во всех этих сложных обставинах. Сразу же после этого вторая коллегия Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда рассмотрела жалобу Министерства обороны на решение суда первой инстанции по поводу покупки долговых обязательств завода. ТОВ «ДАРТАЗБУД», яке фактично перекупило борг, який мало державних предприятий автомобільно-ремонтный завод у товариства контрактового, вони викупили борг вартістю 1 млн 80 тис за ціною 702 тис грн, фактично отримавши при цьому вигоду 378 тис грн. Ми вважаємо, що цей договір був неправомірний, незаконний, недійсний, який суперечить закону, а саме цей договір факторингу, на який мають право вчиняти такі договори лише фінансові установи, які відповідно мають ліцензію НБУ. Тепер суд первой инстанції должен рассмотреть дело об условиях і порядке выплаты предприятиям долгов з целью восстановления нормального режиму работы по выполнению оборонних заказів.